Друзья, привет всем! Сегодня у нас супер нереальный геймплей от Зеноса, аж на 42 фрага, как он тут указал, поэтому будет интересно, будет супер жестко. Розыгрыш, друзья мои, итоги будут в середине видео, обязательно все сделаем, разыграем 3 пака UC, как я и сказал вчера, и сегодня объявляю, друзья мои, новый розыгрыш, еще один. Вполне вероятно, что это будет все на постоянной основе, благодаря отличному спонсорству от OnTopUCShop, лучший магазин UCG, кстати, ссылочка в описании. И для участия в сегодняшнем розыгрыше нужно сделать следующие вещи. Нужно подписаться на канал, обязательно с колокольчиком и поставить все уведомления, открыть в своем профиле подписки и написать под этим роликом любой комментарий, состоящий обязательно более чем из 4 слов и указать свой ID. Итоги розыгрыша будут в следующем видео, ну то есть завтра. А также немножечко по правилам, друзья мои, много желающих, кто пишет, вместо своего ID в комментарии пишет он у меня в ссылке профиля. Ребят, напишите в комментариях, это не сложно, это одно из условий, это вот прям важно. Ну а мы погнали разваливать просто всем щип. Посмотрите, Зенос уже сделал 6 фрагов, добивает сейчас седьмого. Играет он с трекингом. Спелл, который в принципе более-менее помогает, но на мой взгляд, что он, знаете, не решает катки и не дает тебе вот именно тактического преимущества. То есть да, это приятный спелл и в некоторых моментах он действительно может быть очень даже полезен, особенно когда ты высаживаешь тачку, это легче сделать. Также, когда соперник там находится где-то в кушерях, ты его можешь убить более качественно, если он подсвечивается просто мозгу, гораздо легче интерпретировать игрока и попадать по нему. Но вот именно в плане, если ты хочешь сделать мировой рекорд, то наверное все-таки, мне кажется, либо шарик, либо капсула будут поэффективнее. Потому что с помощью капсулы ты можешь чекать область и это реально дает тебе преимущество. А трекинг, он как бы помогает, когда ты уже нашел соперника. То есть для большинства игроков самое сложное не убить соперников, которых они находят, а как раз таки их найти. И вот эти вот спелл с капсулой, он помогает найти врагов. Ну и спасибо всем, кто перейдет по ссылочке за поддержку. Это реально помогает каналу развиваться. Здесь сейчас был какой-то черный экран, либо я моргнул, либо у Зеноса что-то на секунду посломалось. И вот он отлично разыграл оппонента, который попытался украсть динозавра. То есть это уже такая тема, к которой я думаю многие привыкли. То, что сидит соперник на черепе, вообще не вылазит, вообще старается не палиться, не активничать. И как только выходит динозавр, он спрыгивает вниз и пытается его забрать. Зенос к этому был готов и еще в полете убил данного месье. Все правильно, все разумно, на мой взгляд, очень качественно сделал. 83 лайф, 12 убийств. Это похоже на хороший старт, потому что очень часто, когда мы в последнее время видим какие-то рекордные катки, то подобное количество фрагов уже на топ-70-60. Здесь больше лайф, значит больше возможных убийств. То есть очень важно, помимо того, чтобы просто хорошо стрелять, хорошо находить соперников и убивать их, очень важно, чтобы они друг друга не убивали. Ну а здесь ты уже, естественно, это никак контролировать не можешь и просто повезет, не повезет. Повезет попасть на такой сервер, круто. Если не повезло, ну играй следующее. Здесь сейчас у Зеноса небольшие такие проблемы, в плане того, что он сам вынужден отойти похилиться, поскольку просел по ХП. И нужно сейчас быть на стрёме. Вот сейчас то, что он перезаряжается сначала, прежде чем похавать аптеку. Ну не знаю, это конечно же мелочи, но я бы на его месте все-таки, даже когда ел аптеку, залез бы в дом. Почему? Потому что от рандомного какого-то непонятного чувака никто не застрахован. То есть здесь просто из ниоткуда может появиться парень в поле, который тебя просадит там одной-двумя пулями, и поскольку у тебя крайне малое количество здоровья, это может быть смертельно. И терять достаточно хорошую катку с отличным стартом было бы, ну просто обидно. Вот, например, вот этот парняга, который просто оказался в поле. Да, здесь повезло, но настоящий скилловый мега-мастерский игрок, он не надеется на везение. Он как раз-таки отыгрывает от возможностей того, что может произойти. Это еще было очень давно, в каком-то интервью лет 5 назад. Профессиональный игрок из ПК Пабга, вот он сказал, что чем более вы скилловый в этой игре, тем меньше ваш исход зависит от рандома. То есть, все, на мой взгляд, абсолютно верно, абсолютно правильно. Здесь как бы ты должен отыгрывать от каких-то вещей, которые могут случиться, и тогда они точно не случатся. Вот такая тема. 16 есть, топ-74, правда. И еще услышал соперника в домике здесь. По идее, должно быть все легко. Ага, вот он он, давай-давай, подожди. И не хочет особо вылазить. Здесь сейчас у Зеноса не самая приятная ситуация, потому что у соперника как бы чуть лучше позиций, идеологически. Он на высоте, у него есть укрытие, у него есть проемы, из которых он может выйти на префайре. Поэтому нужно было что-то придумывать. Зенос сначала подбайтил человека, выпрыгнув и находясь рядом с динозавром, будучи наготове. То есть, чекая его, видишь, что соперник не вылазит, ничего не делает. Опять какие-то, я не знаю, что это у меня. У меня со зрением проблемы, что за черные экраны. Так вот, видишь, что соперник ничего не делает, поэтому начинает дальше какие-то движения. То есть, вот подошел, прокинул молотов, подогрел. Если бы соперник не умер от молотова, то он бы уже начал заходить через проем и так далее, и так далее. То есть, все это вот такие вот комплексные моменты. Это, опять же, к вопросу для новичков. Почему меня убивают, а ютуберов нет? Почему вот как будто бы против ютуберов чуваки вообще ничего не делают? Потому что, наоборот, сами ютуберы загоняют соперника в такие рамки, где он не может ничего сделать. Вот в этом основная идея. Здесь сейчас чуть-чуть раздамажил, но уже похоже, что соперник отошел и боится. Зенос прекрасно знает, где тот находится за счет трекинга и забирает его в спину. Тут было крайне легко, дружочек. Тебе нужно соображать побыстрее. Потому что, ну, как бы, а что ты стоял? Чего ты ждал? Что он тебе подарок пришлет? Цветы какие-то? Ну, думаю, вряд ли. 60 лайф, хорошо. И здесь приезжает на починки. Замечает оппонента. Можно пересесть, можно стрелять с крыши. Оба варианта, в принципе, хорошие. Забирает это, оказался, сольник. И тут даже немножечко над ним поржал. Но бывает, хорош. Опять же, на починках я считаю, что не стоит сильно долго задерживаться. Если ты не видишь соперников, их не слышишь, не стреляют по тебе. То есть, бегать вокруг, это непрофитно. Не так много фрагов ты заработаешь. Здесь Зенос делает абсолютно то же самое. Уходит дальше двигаться на общаге. Вот на общагах всегда кто-то есть. Здесь пошел движ, пробрасывает гранату. Даже не важно, взорвет он кого-то ей или нет. Оглушит, замаскирует свои звуки. Под гранату гораздо проще кушать. Поэтому это, знаете, даже такая просто проверочная гранатка. Заметил соперника, который стоял в проеме. Но решил не выходить, потому что двое игроков его в этом проеме контролировали. То есть, это достаточно опасно. Лучше их раскачать. Пробрасывает ХАЕшку. Вполне вероятно, что кого-то задамажил. Оказывается, еще один сверху. Это не самое приятное, что может быть. Но он так подставляется. Поэтому можно его забрать на префайре. Единственное, что, на мой взгляд, Зенос здесь слишком сильно вышел. Это очко! Конечно же, друзья мои. То есть, мне кажется, что если бы он сделал как райдин, было бы лучше. Чуть-чуть вылез, пострелял на префе, залез, раздамажил бы этого парня. Потому что он стоит недвижимо. То есть, в третьем лице так не стоит сидеть, когда ты палишься. То есть, третье лицо, оно на то и третье лицо, чтобы ты сидел именно ровно за каким-то укрытием. И смотрел оппонента вообще не подвергая себя риску и не выставляя модельку на показ. Но вот здесь как раз таки соперник сидел, подставлялся. И лучше его было забрать с префа хотя бы попытаться. Да, это сложнее, но тебя никто не заставляет выходить на префаере и выстреливать все 40 патронов. Вылез, пострелял, залез обратно. Получилось? Хорошо. Не получилось? Он продолжит там так и сидеть. Ему вообще все равно. Ему нормально. Он кайфует. И все хорошо. Так, ну что же, друзья мои. 40 лайф, 24 фрага. Давайте вот сейчас вот немножечко приостановимся в таком интересном, важном моменте и подведем итоги розыгрыша. Загружаем ссылку на видео. И, друзья мои, проспонсировал и предоставил все призы данного розыгрыша лучший магазин UC on top UC shop. Самые приятные, самые выгодные цены. Поддержка и менеджер, который работает в любое время дня и ночи. Также у них в канале постоянно проходят какие-то розыгрыши. Огромнейшее количество способов оплаты без каких-либо ограничений. И, что самое главное, оплата происходит быстро, без проблем. Вы просто пишите. Вам все делают, все делают за вас. Поэтому обязательно заходите, подписывайтесь по ссылочке в описании. Либо по промокоду, по QR-коду, который сейчас видите на экране. Он top UC shop. Кто подписан, у того больше шанс выиграть в данном конкурсе. Ну, а мы, друзья мои, поехали выбрать случайный комментарий. Комментариев здесь много. И мы полетели. Первый же человек пишет вот Арам. Классный видос. Хочу РП и ракет лучше так держать. Спасибо, братишка, за приятные слова. ID указал. Красавчик. Прямо сейчас тебе все отправлю. Так, поехали, друзья мои. Будет два кода для каждого победителя. Копируем ID. Вот он, он ID игрока. Окей, есть. Нашел. И здесь первый код будет у нас на 325 UC. Вот он, он активируется. 325 UC. Отправить. Поехали. Все отлично. Прошло успешно. Еще раз. И второй ему же на 60. Как и обещал, в сумме будет 385 UC. Одну секундочку. Сейчас все скопирую. Есть, есть. Полетели. Отправить. И снова все успешно. Второй победитель. Следующий. Это у нас. Внимание, Умар. Ага. Ну, он не написал свой ID. Он не участвует в конкурсе. Но, Умар, тебе бы повезло. Так что в следующий раз обязательно сделай. Третий. Как обычно, топ делай про Родина. Спасибо, Фантом. ID есть. Красава. Мега молодец. Респект тебе, дружище. Вот сюда натыкиваю. Я еще пока не привык, друзья мои. Но раз будем это делать часто, я навострюсь это делать гораздо быстрее. Поэтому обязательно имейте ввиду. Поехали. Первый код. 325 UC отправить. Все есть. Отлично. И второй код на 60. Вот он он. Поехали. Окей. Отправить. Все тоже успешно. Спасибо. Опять же он топ UC shop. Крайне все быстро сделал. Подогнал коды. Мега-мега красавчик. И третий победитель у нас. Поехали. Вот он он. Рокет, спасибо за твои видео. Очень крутой. Спасибо, дружище. Опять же красавчик. Везде 4 слова. Везде указал ID. Как приятно, когда люди выполняют все условия. И вот он он, раш. Раш ему опять же сначала на 325. Вот он он код. Вот они. Отправить. И второй раз вот сюда. Так. Опять же раш. И отправляем ему еще 60 сверху. Все есть. Конфирм. Так. О, все. Уже думает, что я робот. Но я не робот. Я все по-честному делаю. Все. Все розыгрыши и все призы раздаты. Друзья, мы участвуем в следующий раз. Следующие итоги завтра. Ну, а мы продолжаем с Зеносом. Здесь сейчас у него не самая приятная ситуация. В плане того, что его окружают. И снова черные экраны. Да сколько можно, дружище. Но это походу вот когда у него вылезает плашка о подписках. Вот эта вот напоминалочка. Он там что-то намудрил с монтажом. Ну, ничего страшного. Я думаю, к следующему видосу исправят. И нет. Оказалось, что его не окружали. Оказалось, что соперники бежали. Просто зассали. И побоялись, что вообще что-то произойдет. И не хотят они с ним воевать даже близко. Вот это жестко. Вот этого я, если честно, даже не ожидал. Ну, бывает, что поделать. Ну и вот здесь вот уже, я так понимаю, на общагах челы закончились. Хотя не факт. Подожди, кто-то еще топал или мне показалось. Взял себе немножечко семерок из АКМа. Разрядил его просто. И да, видимо, здесь уже особо делать нечего. Можно проехаться в сторону школы. В сторону... А, вот он он. Подожди. В сторону рожка. В сторону близлежащих вот каких-то локаций. Но сначала надо бы разобраться с вот этими двумя чуваками. Я их, если честно, не слышал. Благо, что Зенос был в курсе. К сожалению, у него нет хаешек и каких-то атакующих гранат. Но у него есть ног. И да, он просто заставил соперника выйти из укрытия. Потому что его тиммейта разобрал. И здесь как бы нужно было что-то предпринимать. У врага было MG3. Я уверен, что Зенос как раз-таки его себе возьмет. Потому что... Ну а как же иначе? И вполне вероятно, что уже сейчас его будет не остановить. Потому что это мега жесткий сетап. В плане уронов. В плане универсальности по дистанции. То есть на ближний и какую-то ближний среднюю у тебя MG3 ее не перестрелять. Ну а М-ка есть М-ка. Как бы здесь все прекрасно знают силу и возможности этого оружия. Здесь сейчас что-то затупливает. Такое впечатление, будто как-то что-то может быть с настроечками. Может быть еще что-то. Я не знаю, что это было. Но тем не менее, главное, что это прошло. Бывает. Может быть просто там, не знаю, в жопу почесал. Устал, руки затекли. Так чисто, знаете, там потрусил, подвигал. Второго динозавра я бы на месте Зеноса все-таки положил бы. Потому что хоть он и дымится. Но все равно это ресурс для соперника, который он как-то может использовать. И от тебя это ничего особо не стоит. А вот мало ли, вдруг это как-то выйдет тебе боком. Опять же, друзья мои, я считаю, что нельзя давать врагам какие-либо ресурсы. Потому что... Может произойти всякое. Ну вот здесь вот просто прилетело две башки в третью шапку. Говорит, good game, bro. Действительно хорошо пострелял соперник. И вот, кстати, нужно отдать Зеносу должное, что он не воспринял это с агрессией. То есть, наоборот, похвалил своего оппонента за то, что тот пострелял качественно. И вот то, что я говорил, смотрите, один враг взял старого динозавра, пробежал на нем до более хорошего и более здорового. И украл динозавра Зеноса, получается. Ну, бывает, ладно, ничего страшного. Может быть, даже получается хорошо, что не убил, потому что у него останется этот динозавр. Динозавр, я опять сильно моргнул, друзья мои, опять что-то в глазах темнеет. Но это прям каждый раз, как будто бы, знаете, что-то происходит. Как будто бы ты... Ну, как будто бы какие-то неполадки в видео, и мне становится страшно. Вдруг это у меня что-то сломалось, вдруг я здесь как-то что-то вам показываю не так, как должно быть. Надо уже привыкнуть с третьего-то раза. Слышит под собой ножки. Пытается как-то дать префаер, услышал, что соперник спрыгнул на карниз. И сейчас должна быть хорошая граната. Отлично ее разогрел. Притом специально не вылазил за... Проем не палился, что он греет гранату для того, чтобы враг не успел среагировать. И за это был, конечно же, только что наказан. Сверху еще слышно второго его тиммейта. У Зеноса пока что все даже более-менее неплохо по... Его амуниции. Ну и вот еще один парень с МЖ-3. Вот с ним нужно быть осторожней. Вот здесь вот, вот здесь сейчас. Насколько все правильно делает это супер очко! Вот-вот здесь лестницу отыграл просто как красавчик. Понимает, что у него есть сверху нокнутый парень, которого нужно резать. Его друзья. Понимает, что вот он на лестнице, что у него есть укрытие. И что соперник вынужден сам на него бежать. И поэтому он просто стоял, просто держал свою позицию, просто давал префы. Потому что, если бы он вышел на него, он бы, может быть, его скорее всего бы и перестрелял. Да, потому что Зеноса стреляет лучше. Но у чела МЖ-3, у чувака Т-3 сет, там еще хрен его знает. Это ближний файт, может залететь как угодно. Никто это не контролирует, никто не знает. И поэтому вот здесь прям, ну красавчик. Ну вот все сделал как надо. Просто максимальныйший респект Зеноса. Вот, друзья мои, делайте так же. Будете выигрывать. Вот серьезно. 33 фрага есть. Снова забрал себе здорового динозавра. Посмотрите на своего динозавра и на моего. Да, я на коне. Ну и здесь сейчас чекает округу. Пока никого не видно. Ага, вот он он за школой, парень. Хорошо. Можно в теории было бы даже так встать, чтобы выпасть на верхний этаж. Но этого уже не получится сделать. И, судя по звукам, динозавра положил кто-то с холма. Да, обидно. Ну да ладно. А есть ли у него транспорт? Потому что рядом же он баги сломал. Если останется без транспорта, это большая потеря. Потому что ты не можешь нормально двигаться по карте. Не можешь навязывать свою игру. Здесь сейчас у соперника ДПшка. Вариант ли с ним стреляться? Я, кстати, даже, друзья мои, не знаю. На такой дистанции это вполне может быть и не самым лучшим решением. Но похоже, что соперник как-то подзабил или что? То есть тут же должен был быть парень справа. И вот сейчас Зенос открыт под него. То есть он как будто бы между двух огней. Постоянно чекает эту башню. Я бы тоже чекал, если честно. Но вот вопрос, куда делся данный парня газ ДПшкой. Почему он не стреляет? Просто убил динозавра и ему этого было достаточно. Соперника за деревом отпускать не очень хочется. А почему он не подсветился? Уже попал. Что за бред? Алло, трекер. Как насчет того, чтобы начать работать? Ай, вот он он, вот он он, парень с поля. Ну, дружочек, ну ты что, зачем ты начал стрелять-то? До камня бы хоть сначала добежал. Потому что Зенос его даже не видел. В теории, кстати, можно было бы взять АВМ и постреляться с тем парнягой в дереве, который прятался. Да, тачка есть. Все, в принципе, отлично. Поехали вперед. Мы знаем, что здесь находится игрок. Естественно, куда-то далеко он, по идее, деться не должен был. Но там, правда, красная зона. Ага, вот он он. Он так далеко успел убежать. Нифигатый красавчик. Марафонец, наверное, тренировался дома. Ну, хорош. И топ-10 36 убийц, друзья мои. Отличнейший результат. Пока что Зенос прям раскатывает качество. Все делает как надо. Вот единственное, что мне кажется, что если бы у него был не трекинг, а что-нибудь поудобнее, то, может быть, было бы еще как-то, знаете, больше маневров. Больше пространства для этих маневров. То есть у тебя было бы возможностей. Более широкий спектр. Чекает реколы, чекает вот этот спот, пока пабги его называют ликвид. Замечает парня в поле, ну, тут без шансов. И там еще кто-то с ДБСа стрелял. Я вот не успел увидеть покелл чату. Явно чуваки стрелялись между собой. Но успел ли он его убить? Вот это хороший вопрос, потому что враг личным, естественно, не станет. Его застилили или что? Был выстрел слева какой-то снайперский. Ага, вот он он. Все хорошо. Гранатка. Гранаток нет. Понял. Бывает. Здесь сейчас просто пробрасывает смог для того, чтобы, видимо, дезориентировать. Соперник кидает поежку, но некачественно. Отлично выходит слева, справа. Посмотрите, просто меняет стороны. И враг не успевает за ним. Настолько вот он быстро все делает. И продамажил его раз, два, три. И до свидания, как бы смерть. Плюс еще и задавил второго. Чего вообще? Я вот этого вообще не ожидал. Так, сейчас готовьтесь. Будет черный экран. Я уже привык. Сейчас все резко сильно моргаем. Все, моргнули. Молодцы. Отлично. Ну и 39 фрагов. Чуть-чуть осталось до 40. Опять игроков. Ага, 4. То есть это максимум может быть 43. Что тоже уже супер круто. Сам Зенус написал, что это мировой рекорд. Это не совсем так. Будем честны. Ой-ой, как же больно отрывает он куски с авика. Ну как же, как же хочется добить-то. Но не добиваются. Нужно было, наверное, с пулика накидывать. Здесь сейчас. Еще плюс. Да. Вот если бы он сейчас, опять же, доставал авика и пытался бы настрелить, я бы поругался. Ну и Зенус уже понял, что это неправильно, что можно помереть. Ну и прекрасно знает, где оставшиеся двое. Единственное, что... А, ну да. Сказано 42. Да, 42. Все по-честному. Все отлично. Это, я так понимаю, дуо. Притом они уезжают. Или там был только один. Я не успел, если честно, разглядеть. Поехали. Болезненная плюха прилетела по гиликостюмчику. И второй. О-о-о. Ну ты же что. Дружище, надо же прятаться, хилиться. Второй тоже в гилике. Тоже получает. Но нет, не было попадания. Хорошо. Ну и Зенус просто подъезжает. Это супер-мега-очко. Друзья мои. Гиперо-очко залетело. Хорошо. Так, опять же, его раскачивает. Смотрите, как дерзко двигается. Оставляет половину хп. Знает, что враг на одном крополе. И можно даже немножко побаловаться. Достает сковородку. Пробрасывает ее. И даже не смотрит на взрыв. Как крутой чувак. Это, друзья мои, 42 фрага. Отличнейший просто матч. Великолепнейшая катка. Ранг покажешь? Ну покажи. Так, друзья мои. Напоминаю, что я каждый вечер стримлю на Твиче. Обязательно заходите. Ссылочка есть в описании. Твиче ТВ и Рокеш 61. И помимо этого напоминаю про супер закрытый эксклюзивный телеграм-канал. В комментариях попросили продлить его еще на 2 дня. Только ради вот комментатора, братишка, продлеваю без проблем. Но вот через 2 дня он опять же будет закрытый. Только за деньги доступ. Поэтому заходите. Пока сейчас есть возможность. Также подписывайтесь, да, на ОнТопЮСИШОП. Заходите в комментарии по ссылочку. Вообще везде, короче, заходите. Я вам там везде жду. Везде для вас все ссылки есть. Всем спасибо, друзья мои, за просмотр. Здоровья вам, добра, удачи. Всего наилучшего. И, конечно же, следующее видео уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok